Здравствуйте, вы на Банке.ру. Я, Елена Ищеева, приветствую вас в рамках телевизионного формата «Первые лица». Банк, о котором сегодня пойдет речь, пришел в нашу страну аж в конце 19 века. И если бы не революционные потрясения в России, то на сегодняшний день он наверняка бы считался банком номер один. По крайней мере, все предпосылки к этому были. Чем правление банка СССР «Женераль Восток» Иван Анисимов отвечает на вопросы нашего портала. Добрый день, Иван. Здравствуйте. Второе пришествие СССР «Женераль» в Россию. Не боитесь ли вы, что вот сейчас, в начале 21 века, опять политические изменения помешают хорошей работе банка? Ну, знаете, говорят, снаряд дважды в одну воронку не падает. На самом деле, если говорить серьезно, нет, не боимся. Мы пришли надолго, мы не ждем никаких серьезных политических потрясений в стране. Рынок активно развивается, это видно. И у нас очень серьезные и очень долгосрочные планы на российском рынке. Иван Альбертович, скажите, пожалуйста, какими банками на сегодняшний день группа СССР «Женераль» представлена в нашей стране, в России? На сегодняшний день группа представлена несколькими банками и несколькими финансовыми компаниями. Банки – это банк СССР «Женераль Восток», который я представляю, это «Дельта Кредит», это «Русфинансбанк» и «Росбанк». Финансовые компании – это «БСЖВ Лизинг», «БСЖВ Факторинг», «АЛД Автомотив» и страховая компания «Соджикап». Что в вашем банке есть такого особенного, что, быть может, не присутствует у других известных зарубежных брендов? Там Ситибанк, Райфайзен, ОТП-банк, Хоум Кредит и Финансбанк – это все наши друзья из разных стран мира. Вот ваша страновая особенность, в чем она выражается? – Наверное, в том, что, опять же, по-английски это называется «French Touch», такое французское прикосновение. Вы знаете, как ни странно, вообще, в принципе, Франция является очень серьезным, очень хорошо раскрученным брендом. И, собственно говоря, в какой-то степени это действительно так, Франция отличается неким особым подходом к бизнесу, к клиенту, к тому, что мы делаем. И мы стараемся этот подход всесторонне промотировать на российском рынке. Это индивидуальный подход к клиенту, это умение слушать клиента, это очень важно, потому что очень многие банки, они не слышат своих клиентов. Они считают, что они делают все правильно и, собственно говоря, пытаются навязать клиенту то, что ему не нужно. Мы этого не делаем. – Иван, я могу обращаться к вам без отчества? – Я думаю, что даже не столько можете, сколько это было бы абсолютно правильно, поскольку мы стараемся работать в западной манере. И в западной манере, как вы понимаете, отчество не является необходимым и даже, скорее, его отсутствие делает общение более деловым и более правильным. – Хорошо, тогда я ловлю вас на слой. Вы сказали, что мы стараемся реагировать на клиентов, обратная связь. К сожалению, к моему большому сожалению, на нашем портале в народном рейтинге от банка ССИТ «Женераль» за трехлетнюю историю существования банкеру не поступило ни одного ответа на жалобы клиентов. Как вам кажется, когда-нибудь изменится эта ситуация? – На самом деле, здесь нет каких-то серьезных причин. Мы действительно сейчас активно начинаем работать над, скажем так, работой над своим имиджем, в том числе в интернет-средствах массовой информации. У нас создано специальное подразделение, которое этим занимается. У нас создано специальное подразделение, занимающееся качеством обслуживания. И, собственно говоря, я думаю, что в ближайшее время мы начнем это делать. – Недавно президент вашего банка Марк Эммануэль Вивес обмолвился в российских СМИ, что будет некое такое интересное разделение. Будут отделения такие европейские для представителей среднего класса, такие более респектабельные. И отделения народные, массовые, заходи, кто хочет. Вот как вы это проведете в жизни, интересно? – Скорее скажем, наверное, средний класс и средний класс плюс. Народ – это и есть средний класс. Пусть, может быть, он не в столь обеспечивающем, но все-таки народ – это средний класс. – Да, действительно, у нас есть идея о создании своего рода двух параллельных, брендов на российском рынке. На самом деле, эта идея не новая. Эта идея эксплуатируется с «Сито-Женераль» во Франции. Собственно говоря, аналогичную политику мы думаем проводить на российском рынке, несколько, как вы правильно сказали, разведя сегмент, для которого мы существуем. Не секрет, что клиенты БСЖВ, клиенты нашего банка, вряд ли согласятся и захотят обслуживаться в отделениях Росбанка. Поскольку они выбирают банк не только по продуктовому ряду, но и по целому ряду иных. – А на что они обращают внимание? Вот что говорят ваши специалисты? – Они обращают внимание на бренд, в первую очередь, наличие в названии банка четкого указания на принадлежность группы «Сито-Женераль». Они обращают внимание на качество обслуживания, они обращают внимание на просто интерьер и внешний вид офисов, на внешний вид персонала, на то, как персонал обслуживает клиента. То есть очень много вещей, которые находятся вне непосредственно продукта. – Они хотят получить сервис? – Они хотят получить… – Или весь комплекс услуг немножко на другом уровне, правильно я понимаю? – Да, наверное так. Наверное, все-таки не сервис, а весь комплекс услуг на другом уровне. То есть они хотят чувствовать, что они именно тот средний класс плюс, о котором я сказал, что они особенные. – Но это же не означает, что если войдет человек, который не будет чисто внешне выглядеть на средний класс плюс, вы не станете его обслуживать? – Абсолютно. И мы обслуживаем очень много таких клиентов. И им мы предлагаем услуги на том же уровне, на котором мы предлагаем услуги для среднего класса плюс. Но проблема заключается в том, что во многих, особенно в регионах, многие клиенты просто боятся заходить в такие отделения. – Красивые, дорогие офисы, да? – Они считают… Вы знаете, до сих пор остается вот это ощущение такого страшного, ужасного, холодного банкира, который сейчас придет и ограбит вас. – Но вы знаете, для меня прежде всего важен человеческий фактор. Если менеджер решает мою проблему, предлагает мне различные пути решения тех или иных ситуаций, мне абсолютно все равно, в мраморе у них, в столешнице или не в мраморе. – В нашем случае мы можем себе позволить видоизменять продукт под конкретного клиента. И многим клиентам это надо, многие клиенты это требуют, и многие клиенты готовы платить больше за это. И, собственно говоря, именно таким образом мы сможем вместе с Росбанком закрыть обе ниши, предложить стандарт для массового клиента и предложить нечто отличное от стандарта для более требовательного взыскательного клиента. – Хорошо, Иван, на сегодняшний день какой вид розничного продукта наиболее популярен у ваших клиентов? – Ну, это, конечно, кредитование. – Вас это не пугает? Ну, сколько же можно жить в кредитах? Страшно, тем более, что мы, россияне, вообще не умеем это делать. – Вы знаете, нет, во-первых, нас это не пугает, потому что это нормально, страна проходит именно этот этап. Сейчас страна проходит становление потребительского рынка, мы превращаемся в страну потребления, собственно говоря, в которую уже превратилась вся Западная Европа и Соединенные Штаты. Это не пугает. Пугает, наверное, некое отсутствие до сих пор финансовой грамотности у массового клиента. То есть люди, очень многие, взяв кредит, не совсем понимают, что его нужно возвращать. Нет, вы не поверите, это действительно так. То есть люди берут кредит, потом они говорят, а как, оказывается, надо что-то вернуть? И им говорят, да. – Ну, вы знаете, это вы виноваты, потому что если реклама идет «легкие деньги, легкие деньги», это один из слоган тоже банка вашей группы, то они думают, что раз легкие деньги, их так легко дают, то зачем отдавать? – Не отрицаю, абсолютно не отрицаю, что это работа, которая должна делаться совместно и банками, и регуляторами, и информационным порталам, который просвещает. – И школой, и кем угодно. Но, в принципе, не пугает то, что люди берут деньги в долг. Это нормальный процесс, и, собственно говоря, деньги у нас есть, и мы готовы их давать дальше людям. – Иван, до прихода в СССР «Женераль Восток» вы работали в других известных банках, одним из них был Ситибанк. Вот сравнивая, да, там повращались здесь на хорошей должности. Вот что отличается СССР «Женераль» изнутри? – Если говорить о разнице между СССР «Женераль» и Ситибанком, то я всегда привожу такой пример. Я спрашиваю, были ли они когда-нибудь в Макдональдсе? Они все говорят, да, были. Я говорю, вот что хорошего в Макдональдсе? В Макдональдсе хорошая стандартизация. Вы в любой стране мира можете зайти, вы получите одно и то же в одних и тех же стенах и так далее. И есть французский ресторан, который может быть расположен напротив Макдональдса. Там, возможно, не будет такой стандартизации. Но там пожарят мясо так, как вы хотите, там предложат то вино, которое вы хотите. Там будет дороже. Возможно, там даже будет меню гораздо меньше. И вот, когда мы говорим о сети и Соседа «Женераль», наверное, вот это такая аналогия, может быть, она слишком грубая, но, наверное, такая аналогия может быть использована. Они стандартизированы, но попытка пойти вправо или влево приводит к тому, что вы выбиваетесь из этого мейнстрима и сразу становится неуютно. Соседа «Женераль» работает по-другому. Как я сказал, мы гибкие, мы подходим, мы слушаем своих клиентов, мы слышим их. То более либеральные. А Франция славится своим либерализмом? Да, в какой степени более либеральный, более демократичный. Я благодарю вас за это интервью. Иван Анисимов, член правления Банка СССР «Женеральный Восток», отвечал на вопросы нашего портала. С вами была Елена Ищеева. Увидимся через неделю в очередном выпуске программы. Первые лица. Счастливо. Первые лица.